Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать. Как всегда, к вам с полезным видео. Сегодня буду чистить вот такой вот очень грязный лоток. Значит, лоток хозяйки, у которой жесткая вода и вода с большим содержанием железа. Поэтому смотрите, что произошло с лотком за год. Хозяйка лотка сказала, что год его ничем не чистила. И вот в таком вот виде, в таком вот состоянии он мне достался. Значит, друзья, сегодня хочу вам показать способ, которого еще не было у меня на канале. Я хочу почистить этот лоток соляной кислотой. Значит, соляную кислоту я покупаю либо в хозяйственных магазинах, либо заказываю через интернет. В этот раз заказала через интернет. Значит, соляная кислота недорогая. И сейчас покажу, какую я беру. Я беру многофункциональное санитарно-гигиеническое чистящее средство. Значит, этой соляной кислотой можно чистить унитаз, можно чистить ржавую раковину, можно чистить вот такой вот лоток. Друзья, очень хорошо и легко все поддается чистке. Вот смотрите, внутри здесь закаменелый порошок. Все такое вот черное, ярко-желтое. Это ржавчина. Вот ржавая вода. Обязательно одеваю перчатки, обязательно одеваю маску, обязательно соблюдаю технику безопасности, потому что соляная кислота это все-таки очень мощное средство. Я вам уже показывала, как почистить лоток уксусом, как почистить лимонной кислотой, щелочными средствами чистила. Значит, чистила щавелевой кислотой. Говорила, что щавелевая кислота очищает среднюю степень загрязнения лотка. А вот соляная кислота, в своем предыдущем видео я вам сказала, что это уже прям для таких стойких, серьезных загрязнений. Поэтому беру соляную кислоту и потихонечку заливаю вот этим вот санитарно-гигиеническим средством лоток. Заливаю потихоньку. Соляная кислота очень мощно работает. То есть вот я сейчас вот так пролью и дальше уже щеточкой буду чистить. Чтобы удалить ржавчину, соляной кислоты нужно, друзья, совсем-совсем чуть-чуть. Вот смотрите, как хорошо ржавчину она счищает. Там, где сразу не счистится, я намочу салфетки, приложу их и оставлю для контакта. И мне кажется, соляная кислота, вот именно санитарно-гигиеническая, не имеет такого резкого запаха, как уксус. По крайней мере, на уксус у меня жуткая, друзья, аллергия. Вот смотрите, как хорошо соляная кислота все удаляет. То же самое с унитазом. Если у вас есть ржавые потеки, вот такую вот соляную кислоту немножечко наносите на стенки унитаза. Можно зафиксировать при помощи салфеток и все мгновенно начинает блестеть. Но, конечно, злоупотреблять такой ядреной кислотой не стоит. Только вот такие вот запущенные случаи, чтобы кропотливо не стоять, ничего не чистить. Смотрите, как все быстро. Средство очень мощное. Намного мощнее работает, чем уксус, чем щавелевая кислота. Поэтому лоток, конечно, станет белоснежным. Ну и вообще, вот именно соляная кислота, как чистящее средство, рекомендую иметь в хозяйстве. Пригодится. Есть такие участки, есть такие поверхности в доме всегда, где вот нужно быстро-быстро какие-то серьезные стойкие загрязнения очистить. Взяла маленькие щеточки, чтобы прочистить труднодоступные участки. И сейчас вот просто дочищаю лоток. Вот видите, как ржавчину легко можно счистить. Но единственное, нужно, чтобы соляная кислота не попадала на кожу. Возъедает сразу же. Вот запаха нет у этого средства резкого. А вот агрессивность, конечно, сильная в плане кожи. Поэтому дыхание, конечно, лучше тоже маской защитить. Потому что испарение, я думаю, есть. Вот, смотрите. Вот она ржавчина. Раз-раз. И очень быстро. И, кстати, друзья, соляная кислота недорогая. Продается везде. Я даже в магазинах все для сада, для огорода видела соляную кислоту. И щавеливую, и соляную. Ни щавеливая, ни соляная кислота запаха не имеет резкого. Щавеливая вообще ничем не пахнет. Видите, даже, можно сказать, мягкой губкой все чищу. Плесень тоже все хорошо прочистит. Я думаю, что, друзья, вам результат понятен. Я сейчас дочищу лоток и покажу вам уже окончательный результат. То есть ополосну его чистой водой. Здесь во всех труднодоступных местах щеточками пройдусь. Все, друзья, лоток идеально чистый. Вот насколько его можно было максимально очистить, я очистила. Ржавчины практически не осталось. Может быть, такой желтый пигмент на пластмассе кое-где остался. А так, в целом, я отмыла все. Я отмыла без усилий. То есть мне не потребовалось время на замачивание. Мне не потребовались какие-то жесткие щетки, губки. Небольшие щеточки, мягкая губка. И вот такой вот белоснежный результат. Вот буквально минут максимум 10 я его чистила. И вы видели, что было то. То есть лоток был желтый. Он был весь в ржавчине, в известковых отложениях. Была плесень. Значит, был закаменелый порошок. Все это соляная кислота очень хорошо размягчает. Очень быстро все потом поддается чистке. Поэтому, если у вас в городе ржавая вода, если у вас есть какие-то поверхности, где образуется ржавчина, друзья, не мучайте себя. Не мучайте себя чисткой. Не мучайте себя уборкой. Возьмите соляную кислоту и без усилий все отмойте. Меня, друзья, в комментариях обязательно дополняйте. Пишите, пользуетесь ли вы соляной кислотой. Если да, то где ее применяете. Если видео полезное, ставьте лайк. Друзья, подписывайтесь на мои социальные сети. У меня дружная команда. Каждый день новая порция интересных, полезных советов. Поэтому присоединяйтесь. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Всем пока.